В начале августа этого года произошло особенное событие. Фонд Национальной библиотеки Республики Сахай-Якутия передали уникальную коллекцию. Поспособствовала передаче в дар этой коллекции Лидия Ивановна Алексеева, которая благодаря роду своей деятельности научной, а также воспитанию родителей, отца историка и матери библиотекаря, очень глубоко понимает важность исторических документов и бережное их хранение. Коллекцию в дар библиотеки передала Ольга Михайловна Гоголева. Эта коллекция включает в себя уникальные рукописи большевички Веры Синеглазовой, а также копии писем декабристов, которые проживали в то время в Якутии. В рамках выставки «Алекма из прошлого в будущее» у нас прошли мероприятия. 21 июля лекция, посвященная связи Аюмского с Алекмой. 28 июля у нас прошла лексия о руководителях алекминчанах, которые, в общем, у нас тема называлась «Алекминчане на руководящих должностях в период становления и развития Якутской АССР». И вот 4 августа у нас прошел круглый стол, это был завершающий цикл, этот цикл мероприятий, день. Круглый стол под названием «Эвклаб алекминчан в становление и развитие ЯССР». В этот день к нам подошла Мигунова Ольга Михайловна, которая рассказала об участии своего отца, Мигунова Михаила Алексеевича, в ликвидации туберкулеза в Алекме. Затем, в конце нашего мероприятия, в котором участвовали почти 20 человек, она выступила с предложением передать в музей «Алекмы» материалов, принадлежащих Вере Синеглазовой и некоторых письма сыльных, которые были скопированы при передаче в архив Москвы Марии Васильевны Месниковой, которая была свекровью Ольги Михайловны. И вот она хранила все эти ценные материалы в семейном архиве и вот захотела передать в Алекминский музей. Но потом, когда уже все мероприятия закончились, вчера был, извините, в эти дни был юбилей Марии Васильевны Месниковой, но после всех событий она посоветовалась и решила передать вот эти документы Веры Синеглазовой в дар национальной научной библиотеки Республики Саха-Якутия. Потому что в этом моменте мы вот так посоветовались. То есть, когда вот эти материалы бы ушли в музей Алекмы, да, мне показалось, что научное сообщество потеряло бы как бы доступ к этим материалам. Исходя из этого, да, подумали, что научная библиотека как культурный центр Республики, которая владеет, которая владеет, как бы это, ресурсами, ну, то есть, которая могла бы, да, например, вот осифровать эти материалы и показать всей республике. То есть, все, очень многие люди бы смогли посмотреть, воспользоваться этим, аспиранты, магистранты, докторанты. В общем, такие материалы, которые принадлежат первым революционерам, да, мне кажется, должны остаться в центре. В центре, тем более вот в таком научном культурном центре, как ваша библиотека. И вот Ольга Михайловна обрадовалась этому совету, и в связи с этим вот произошла вот такая передача. И, ну, мы знаем, что Вера Сенеглазова одна из соратниц первых революционеров Якутии, да, это она, например, года рождения 1902 года рождения, и уже в 15 лет она уже посещала кружок Ярославского вместе с Аюнским Амносовым, в 15 лет уже. И вот с тех пор она активно, с тех пор она активно включилась вот в революционную борьбу за советскую власть Якутии. Поэтому это вот прямо легенда, человек-легенда Вера Сенеглазова. Она была несколько раз арестована. Она уже 17 лет уже была арестована, да, и за все свои такие вот идейные, идейную работу она вот 8 лет была в лагерях, потом еще раз в 48-м году была арестована тоже, и реабилитирована только в 54-м году. И вот она почти долго-долго провела вот в лагерях за свои вот идейные идеологию, да, в которой она вот участвовала в установлении Якутской автономной республики. Она знала Алюкминчан вместе с ними, Богданом Мельхоровичем Чижиком. Она вместе в этом кружке занималась. Она знала Бровина Аягустурова. Бровин Аягустуров очень любил ее. Про это мне рассказал Иван Петрович в своей книге «Имя гордится Алёна». Здесь Иван Петрович Алексеев, краевед, очень много старается собрать сведений об алюкминчанах, известных людях, да. Историю Алёкмы очень много здесь он написал. Вот Аюнский Алёкма несколько раз переиздан. Очень мало этих экземпляров. О старостине, вот герои, учители. Так, и вот Алёкма в прошлом. Здесь про Сыльных в Алёкме, про Ямчаков Алёкмы и так далее. И вот история наследов Алёкминского улуса. Здесь все более 20 наследов историю он здесь собрал тоже. И в этих материалах мы нашли как раз сведения о том, что вот Бровин Аягустуров, конечно, очень молодые годы, они вместе работали с Верой Сенеглазовой в Илюйске. И его там убили. После того, как его убили, он все свои документы просил оставить Вере Сенеглазовой. Он дружил с Верой Сенеглазовой, с которой впервые встретился в 17-м году в революционном кружке «Юный социал-демократ». Перед гибелью Аягустуров все свои документы оставил товарищу по работе Гордунову для передачи Вере Сенеглазовой, которая продолжила работу своего друга в качестве секретаря Бирюческого окружного партийного бюро. Вот она продолжила его делать. Так что, ну, очень большую роль играет Вера Сенеглазова для республики. И мы хотим, чтобы ее материалы сохранялись долго, вечно, и чтобы они были, находились центры здесь, чтобы научное сообщество смогло воспользоваться этими материалами. Вот с этой точки зрения мы решили передать вам все ее материалы. Ну, в связи с тем, что мои внучки теперь уже закончили гимназий, живут и работают в Санкт-Петербурге, я тоже намерена переехать в те края, поскольку проживаю в Якутске одна. И материалы, которые у меня накопились в течение жизни и работы, я решила передать в Государственную библиотеку на вечное хранение. Сейчас я коротко расскажу о том, что я передаю. Во-первых, я хочу сказать сегодня благодарственное слово моей свекрови, хранительнице истории Местниковой Марии Васильевны. Вчера, 5 августа, ей исполнилось 110 лет. Она более 30 лет проработала на заведовании этого краеведческого музея имени Емельяна Ярославского и более 10 лет заведовала этим домиком, домиком Емельяна Михайловича Ярославского. Дружила с его семьей, с детьми и внуками, знала всех, бывала часто у них на Грановской в Москве. Дружила с ними. Марьяна Емельяновна подарила ей несколько полотен своих работ. Создала для Краеведческого музея скульптурный портрет своего отца Емельяна Михайловича и скульптурный портрет матери. И подарила это в Краеведческий музей. Поскольку Мария Васильевна была искусствоведом, историком, хранителем истории Якутии, она много работала дома, и у нее накопился большой архивный материал. То, что называется тещина комната. Вся тещина комната была заставлена бумагами. Но, к сожалению, получилось так, что после смерти Марии Васильевны за квартиру взялись бороться, потому что это были еще годы уходящего Советского Союза. Архивные материалы, к сожалению, не все сохранились. То, что мне удалось сохранить у себя в квартире и на даче, вот я часть передала, большую часть передала в Краеведческий музей. И сегодня вот передаю на хранение в государственную библиотеку. Почему? Потому что это уникальные документы, которые требуют особых условий хранения. Но сейчас немного расскажу о том, что я хотела бы подарить. Во-первых, значит, труды, собранные Марии Васильевны о декабристах, о Красно-Кукотском, о Назиме Ибоврищеве, переписку Назимова Ибоврищина с Пушкиным, вот такая большая тетрадь, Муравьев, апостол о нем, письма Веденского, Бестужев, Марлинский, Александр Александрович, Якутский уезд в 1829 году. Все это было переписано рукой переписчика на таких вот бумажках, которые уже значительно обветшали, потому что хранятся очень давно и в квартире у Марии Васильевны, и у меня уже около 20 лет лежали. Вот, но теперь вот пришла пора их передать. Затем, значит, в моей жизни произошли очень удивительные, красивые истории, встречи с женщинами-большевичками. Это были последние моменты приезда их в Якутск и в Якутию. И вот Вера Сенеглазова, Вера Семеновна Сенеглазова, когда она закончила свою работу над книгой «Ты помнишь, товарищ?» над этой книгой, она подарила мне свой архив. Это ее стихи, это ее архивные материалы, воспоминания, которые она написала раньше. Это все она заложила в папку и передала мне на хранение. Возможно, она еще кому-то и сказала, что эти дела хранятся у меня. Вот видите, большая папка. Я никогда ее не вскрывала, не открывала, не разбирала эти материалы, потому что всегда была занята непосредственно своей специальностью. Вот, и это хранилось у меня в шкафах. Ну, что еще можно сказать? Кроме того, значит, из подарков от наших большевичек, тогда, когда они уезжали, значит, их тоже здесь в Якутии одарили подарками. Скажем, Дору Самойловну Жиркову одарили немецким сервизом чайным, который она оставила для меня. Не повезла его с собой в Москву, а просто подарила его мне. Капитолина Атласова подарила шкатулку деревянную. Тоже оставила, поскольку им хранить негде было. Они уже проживали в то время в социальных домах для ветеранов Октябрьской революции. И там тоже, видимо, не было условий хранить, поэтому они оставили для меня. Ну, вот то, что я хотела бы сказать. Я сегодня очень благодарна тому, что меня приняли в Национальной библиотеке, показали условия хранения. Это уникальные условия хранения. Очень большой объем шкафов, и в них хранятся огромное количество материалов, что можно всегда-сегда прийти, поработать. И если мои наследники или интересующиеся историей придут поработать в публичную библиотеку, можно всегда пройти и поработать с этими документами. С этой уникальной коллекцией, которая поступила в Национальную библиотеку, будет все то, что поступает в Национальную библиотеку. Во-первых, она, конечно же, станет достоянием, которое будет в неизменном виде передано всем последующим поколениям. Эта коллекция будет каталогизирована в электронном каталоге, доступ будет возможен со всех точек мира. Обязательно эти рукописи будут изучены, введены в научный оборот, сканированы и помещены в электронную библиотеку. И самое главное и радостное для меня событие то, что эта коллекция попадет в библиотеку, где будет организован общественный доступ именно людей, ученых, студентов, всех интересующихся историей Якутии. Это все уникальные, конечно же, материалы. И все будут иметь возможность ими пользоваться, заниматься. И самое главное, эти рукописи, конечно же, будут под внимательным взглядом специалистов, которые будут постоянно мониторить общее состояние рукописи, будут соблюдаться все требования хранения режима влажности и прочее. И самое главное, конечно же, очень активно все материалы будут использоваться в экспонировании через виртуальные традиционные выставки. То есть эти все материалы не будут лежать мертвым, неким таким закрытым грузом и станут общественным достоянием Якутии. С большой благодарностью от общества Якутии. Таким образом, Главная библиотека Республики бережно сохраняет исторические документы будущим поколениям. Галина Кутугутова, Василий Протодьяконов, Медиа-служба Национальной библиотеки Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова